Здравствуйте! У нас сегодня передача посвящена очень такой, ну, как сказать, сенсационной, можно сказать, теме переселения человечества на другие планеты. Вот процесс превращения других планет в такие же, как Земля, он называется террификацией. И вот знаете, почему нас этот разговор зашёл? Значит, в Москве летом 2014 года проводился 43-й конгресс, да? 53-й, по-моему, ну, в общем, 41-й конгресс, вот, не 40-й, 41-й конгресс Коспар. Это международная организация, которая занимается исследованием космического пространства, да? Вот, и вот на этом конгрессе мы познакомились с молодым российским учёным из Сибири, из Красноярска. У него вот интересная должность называется. Он магистрант, вот, магистрант, магистрант. Егор Андреевич Морозов, магистрант, и он как раз занимается замкнутыми биологическими системами, да? На первый случай замкнутые биологические системы, это нужно для того, чтобы вот поселили людей на Марсе, да? А там же всё безжизненно, и вот они живут в этом замкнутом мирке, вот всё, что они производят, и всё это потом опять в дело, ну, всё, что их организм производит, да? Ну, вот такая вот тема, но она вроде какая-то скучная, честно говоря, не очень аппетитная, как я подумаю, что они производят и что они потом с этим делают, вот. А так есть ещё одна тема, вот эта самая терификация планет. То есть вот наша Земля, она ведь когда-то была безжизненной, правда? Конечно. И она вот так вот терифицировалась, вот, и Марс, он сейчас, он безжизненный, когда-нибудь терифицируется, да? То есть терификация, это чтобы как на теле на Земле, да? Конечно. Ну, так расскажите, как же вот терифицировать Марс-то? Ну, прежде всего проблемы, это низкая температура на Марсе, низкое магнитное поле, и плотность атмосферы на два порядка меньше, чем на Земле. Два порядка, это, проще говоря, в сто раз, да? Да, в плотность. Это вот на Земле, на какой высоте такая плотность атмосферы? В сто раз она уменьшается. Это уже почти... Почти космос. Да, это уже далеко за стратосферой. Но самолёты ещё тут могут летать. То есть это меньше ста километров на Земле. Нет, в том-то и проблема. В том-то и проблема? И проблема даже посадки модулей на Марс, что очень низкая плотность атмосферы, что парашюта не хватает. Вот. То есть самолёты летать уже... То есть в этом плане Марс больше похож на Луну, чем на Землю? В этом плане, да. И это вы там когда-то не удержались, пообещали, что на Марсе будут яблони свистеть? И мы вам поверили, да? Ну, в общем, да. Да, ловко у нас... Теперь только до меня дошло, как нас ловко сводили на прогулку вокруг пальца, когда пообещали, что на Марсе будут яблони свистеть. Ладно. И как же вы с этим будете бороться? Температура там не такие уж низкие. У нас в Антарктиде похолоднее иногда бывает, да? Ну да, в Антарктиде в том числе тренируют будущие экспедиции на Марс. Сейчас проект Mars One намерен в 2024 году отправить первую группу, четыре человека для создания постоянного поселения. И каждые два года еще четыре человека. Это какой-то международный проект, и он негосударственный, да? Да, именно. То есть, Mars One, они объясняют, что столь масштабные задачи, как терраформирование заселения других планет, возможны решать только совместными усилиями всего человечества. И почему это, наверное, как бы не потребовалось для этого миллионы лет, или сотни тысяч, чтобы террифицировать или террифицировать? Терраформировать или террифицировать, да. Сколько потребуется времени? Что для этого нужно вообще? Я вот так себе представляю в простоте душевной. Забрасываете вы на этот Mars каких-нибудь бактерий, и они там приживаются. При такой температуре у нас на Земле живут бактерии? Живут. Они будут там что-нибудь, кислород вырабатывать, то-сё, там. Ну и там не пройдет и нескольких миллионов лет, а там уже будет какая-то атмосфера кислородная. Нет? Не так? Бактерии – это вторая стадия терраформирования. Первая стадия – это астероиды и кометы. И у Марса, во-первых, спутники Деймос и Фобос очень маленькие. То есть из астероидного пояса можно слепить спутник сравнивого масштаба с Луной для приливов и отливов. А астероиды поменьше, значит, сбрасывание их на Mars решает, может решать как раз три вышеназванные проблемы. Во-первых, неизбежно падение астероидов разогревает планету. Поднимает пыль, пыль разогревает Солнце, и солнечные лучи не нагревают поверхность. Это называется разогревает? Пыли там не столько. Не столько? Значит, разогревает сам удар астероида, разогревает больше ядерной бомбы. Да, конечно. Там возникнет огромный кратер, расплавленный жидким камнем, жидкой породой вот этой мусенской. Да, и он будет нагревать атмосферу. Всё правильно. Потом, предполагаемый один из механизмов создания магнитного поля, нужно сказать, что о механизмах формирования магнитного поля планеты мы ещё знаем, конечно, достаточно мало. Да, согласен. Достаточно вероятный сценарий – это сброс астероидов в одно место на экваторе. Таким образом происходит разогрев планеты, сейсмическая активность увеличивается от тряски, от ударов. Ну, от сейсмической активности, глядишь, какие-нибудь вулканические газы выйдут, углекислые, например, да? Подогреют атмосферу, согласен. Газы выйдут, ну, то есть, больше от нагрева планеты расплавятся шапки ледяные на полюсах, ну, то есть, соответственно... Какие-то мелкие водоёмы, Павел, появятся такие вот. Водоёмы, да. Это также, то есть, выбросы метана будут, но, конечно... А там есть метан, тоже обнаружили в атмосфере морси? Там очень малое количество. Но есть. Этого, естественно, этого недостаточно. Преимущественно из углекислого газа состоит атмосфера Марса. Но проблема, что на два порядка где-то меньше плотность атмосферы на Марсе, чем на Земле. И чтобы поддерживать температуру, то есть, нужно выпустить парниковые газы, которые также, ну, то есть, можно получать от разогрева таяния замёрзших веществ и... А так атмосферу вы будете создавать, сбрасывая на Марс кометы, да? Кометами можно... То есть, в общем, если на планете мало воды, её можно доставить из комет, которые, в общем-то, в значительном... Представляют из себя, так сказать, комки снега, так нас в школе учили. Да. Снег причём состоит не только из воды, но и из разных замёрзших газов, типа аммиак, там... Метана, аммиака, углекислого и многих других газов. То есть, когда-то ведь эти кометы, наверное, создали атмосферу на Земле, да? Конечно. Ну, первоначально. Конечно. Хотя она сейчас совсем другая. Уже у нас тут не аммиака в атмосфере особенно нет, не метана, там всё это, следы этих только газов. Да? Да. Так. И как же... Значит, хорошо, значит... Ну, это вообще какой-то циклопический проект, сколько лет он будет занимать? Так вот, если всерьёз этим заниматься, сбрасывая на неё астероиды, всю... весь Марс перепашите, да? Конечно. Перепашит... Не вы, конечно, перепашите, а перепашит будущее человечества, да, наше? Конечно. Так. Зато он в какую площадь для застройки будет? Да. Это... Да. Ещё одна планета. Ещё одна планета для населения. Наиболее вероятное, это ближайшая цель терраформирования Марс, потом Венера, потом, возможно, Луна Юпитера и далее Альфа-Центавра и других звёздных систем планеты. Понятно. Вот мы сейчас с вами 10 минут ещё проговорили, но вот всё-таки я в конце вам задал вопрос и помешал вам на него ответить. Сколько времени потребуется для такого первоначального этапа перед заселением планеты микроорганизмами? Первоначальный этап – это что-то порядка сотни лет, возможно, нескольких сотен. Это, значит, несколько сотен лет, значит, человеческая экономика должна работать на то, чтобы, значит, создавать ракетную технику, которую будет, значит, какие-то ракетные аппараты будут пристыковываться к астероидам, чуть-чуть менять их орбиту, и в конце концов эти астероиды будут падать на Марс, да? Да. Ловиться кометы будут таким же образом. Ну, немножко фантастично, но кто его знает? Ведь, кстати, первый конгресс Каспар был в Москве в 1957 году, а после этого как раз запустили первый спутник Земли, да? Именно, в 2006 году. Да. Для решения столь масштабных задач, как формирование других планет, то есть, понадобятся другие, конечно, масштабы вывода грузов на орбиту, и, ну, то есть, от выводов порядка сотен тысяч тонн в сутки грузопотока становится целесообразнее и значительно дешевле строительство астроинженерных сооружений по всему экватору планеты. Об этом даже статья в Википедии хорошая, написано, безракетный космический запуск. Один из вот таких наиболее вероятных проектов, это, ну, основанный на идеях Юницкого, общепланетное транспортное средство, на которое представляет вращающийся кольцовый круг экватора, либо какие-то другие варианты. Ну, это удешевляет доставку грузов на орбиту на порядке. Очевидно, что ракетами очень дорого. Да, уж очень дорого. Если так действительно размахнуться, как мы будем ракетным выхлопом засорять атмосферу? То есть, по материалам туда затратам очень дорого. При больших масштабах запусков грузопотока на орбиту, то есть, такие конструкции становятся рентабельнее. Но, в конце концов, всё равно квадратный метр поверхности Марса, вот у вас два свойны, будет стоить, наверное, дороже, чем квадратный метр самой дорогой квартиры где-нибудь в Москве или в каком-то другом красивом городе. По всей вероятности, к тому времени, как люди смогут заселять другие планеты, произойдёт смена экономических парадиггам. Поскольку сегодня большая часть труда, времени человечества в таком разделённом состоянии уходит просто на бессмысленную борьбу и самоподавление. Это как было у фантаста Ивана Ефремова «Эра разделённого мира», да? Именно. Сейчас мы живём в такой... РМ он называл. Для заселения других планет среди фатурологов сегодня всё более разрабатывается, детализируется концепция ресурсоориентированной экономики, предложенная Жаком Фреско. Это, возможно, только в масштабах планеты, ну, от одной планеты, минимальная единица ресурсоориентированной экономики. Но она основана на том, что все нужные процессы для развития общества, они автоматизируются, без каких можно обойтись, выбрасываются. И время людей максимально высвобождается для исследовательской, творческой деятельности. Это как нам обещали, когда коммунизм построили. То есть вы рассказали, как будет выглядеть светлое коммунистическое будущее, да? Значит, коммунизм... Ну, раньше это называли коммунизмом, а сейчас это называют как по-другому. Уровень детализации и проработки, это совершенно разный уровень. На момент... То есть для коммунизма, конечно, был передовой идеей на начало 20-го века, конец 19-го, когда я заботился, но тогда не было ни автоматизации промышленной, ни связи. То есть он совершенно не учитывает экологию, несущую способность планеты, синергетические эффекты в обществе. Я вот хочу понять, вот всё-таки экономическая целесообразность всё равно должна существовать. Если вот для освоения Марса потребуются такие сумасшедшие средства, я так вот оценил, что это вот квадратный метр поверхности Марса террасформированного будет стоить, как квадратный метр квартиры, ну, это очень-очень дорого. Это нужно будет только, если нам надо будет с Земли убегать. А вот говорят, что с Земли убегать надо будет не так скоро. Ну, то, что там Солнце будет что-то там такое вот расширяться начнёт, что там превращаться будет, так сказать, из жёлтого карлика в красного гиганта. Вот это вот всякие фокусы. Но это же не скоро ещё. Конечно. Звёзды, как и люди, рождаются, живут и умирают. Ну, это ещё не скоро, говорят. Это всё-таки вот не вот тебе на будущее, так сказать, столетия или даже тысячелетия. Это будущее миллионлетия. Ну, да. То есть, оценивают, что порядка миллиарда лет станет на Земле настолько жарко, что непригодно будет для жизни. Так, ну, ладно, сформировали вы на Марсе атмосферу, да? Вот атмосфера поганенькая. Там, значит, аммиак, ещё чего-то, ещё чего-то. В общем, так не захочешь там жить. Очевидно, что второй этап переработки изменения химического состава атмосферы будет осуществляться преимущественно бактериями. Ведь мы уже одну планету терраформировали, Землю. Для первых организмов кислород был ядом. Конечно, но сейчас у нас уже есть генетические коды, которые могут это делать, организмы сформированные. Ведь для первых фотосинтезирующих организмов однооклеточный кислород был ядом и вызвал массовые вымирания. Лишь небольшая часть приспособилась. Сейчас, значит, это будет идти фотосинтез. Сразу вы устроите какие-нибудь там микроскопические одноклеточные водоросли, как мы их по старинке называем. Конечно. Они будут жить вот в этих вот мелких водоёмах. Да и в атмосфере, наверное, будут летать с ветром, да? Конечно. Так, это здорово. Ну, а потом придут туда рыбы, пингвины, медведи. Ну... И венец творения человек. Потом... На эту вот заболоченную марсианскую равнину, изрытую кратерами от падения астероидов. Конечно. А как вы будете террифицировать Венеру? Она ведь... В ней и так очень плотная атмосфера, и она ближе гораздо находится к Солнцу, чем Земля. Там так жалко. Венера получает значительно больше солнечной мощности, чем Земля, и, соответственно, потенциал возобновляемой энергетики там многократно выше. Так. Для терраформирования Венеры, ну, первая была концепция, предложена Карлом Саганом запустить хлорелу, генно-модифицированную в верхние слои атмосферы. Так. Однако, позже было выяснено, что даже если хлорелла сможет приспособиться к жизни в верхнем слои атмосферы, то связанные ею органические вещества, падая на поверхность, будут сгорать, и цель замкнётся. Это как в земном океане, на поверхности живёт там что-то, планктон называется. Вот хлорелла будет играть роль планктона, только атмосферного. А потом отмерший планктон медленно седает на дно и формирует слой илоком. Но при текущем варианте он будет сгорать и возвращаться обратно, и то есть будет закоротка цепи. А для решения, как бы это, ну, то есть это, очевидно, водоросли будут вторым этапом хлорелла. А первым этапом для планет типа Венеры с плотной атмосферой и высокой температурой предполагается первым этапом терраформирования мощный термоеденный изрыв, который вызовет ядерную зиму и охладит планету достаточно, чтобы связываемый хлореллой углерод не сгорал, не возвращался обратно. То есть, ну, наверное, не один взрыв, а серия взрывов, которые поднимут, значит, облака пыли, да, который закроет Солнце, и под этим вот полугом, слабо проницаемым пылей, будет вот это более-менее прохладно. Так, хорошо, значит, накопился кислород, а кислород, в общем-то, ведь тоже, ведь он двухатомная молекула, это тоже, как это, парниковый газ. Это... Это, в принципе, ну, осела пыль, и опять планета разогреется? Куда она денется-то? Конечно. Опять всё сгорит? Значит, кислород может окислять, ну, то есть, минеральные вещества на поверхности планеты. Вообще сейчас, как говорят, атмосфера венерианская, она восстановительная. Вот у земных аппаратов, советских, кстати, которые туда опускались, там шло восстановление. Вот объектив, он из СО2, да, кварц, и он, значит, восстанавливается, покрывается тоненькой-тоненькой плёночкой кремния, СИ. Потому что, значит, вот он восстановительное было там у них такое вот. То есть, не окислительная атмосфера, а восстановительная. То есть, кислород будет связываться имеющимися на планете минералами. И атмосферой долгое время будет связываться. Ага. А так она углекислотная атмосфера в основном? Конечно. Преобладает также углекислый газ. Углекислый газ. Проблема ещё большая с Венерой, это, как бы, водород, то есть, потерян почти весь поверхность. А, и как же ваша хлорила будет жить-то без него? Так вот, для, ну, чтобы вернуть водород, воду, как раз предлагаются кометы. Кометы, опять кометы накидать туда, да? Конечно. То есть, вы предлагаете для террификации планет возродить те условия, которые были в начальном этапе формирования Солнечной системы, да? Когда тут у нас была большая бомбардировка, да, так это называют, да? Значит, много астероидов летало, как попало, падали на планеты. Все вот планеты, которые без атмосферы покрыты этими, так сказать, кратерами астероидами, да? Кометы, чтобы падали, да? Вот такой вот процесс. Но так вести, чтобы на Землю это не падало, да? Конечно. Это требует очень точных расчётов траектории. Ну, получается, концепция, как космический бильярд, то есть, на астероидах закрепляются под нужным углом, то есть, либо мощные ядерные заряды, либо двигатели ионные для разных случаев. Да, да, да. То есть, ядерный заряд взрывается и придаёт астероиду импульс, и он летит под нужным углом, как бы... И нужным образом меняется траекторию, скажем так. Да, то есть... Он и так там летает. Астероиды, пущенные с большой скоростью по касательной к планете, могут ускорять или замедлять вращение. Вы даже захотите, раскрутите, да? Для Венеры, да, как бы... На одной стороне Венеры получается постоянно... Да, Венера, по-моему, в общем, вращается как-то медленно, да? Очень медленно. Как так вот она... По-моему, сутки больше года длится, что ли? Какая-то такая несусветная у нее. Около двух третий земного года, двести с чем-то земляных суток. Вот, и пущенные по касательной с большой скоростью астероидами можно создать... Нет, но этого слишком много должны накидать. Это типа задача из курса школьной физики, там, где момент вращения. Слишком много вам придётся туда накидать астероидов, как бы не слепить планету в два раза больше Венера. О-о-о! Нет, там это не прокатит это. Астероиды нужно с большой скоростью запускать. Ну, всё равно. То есть... Ну, как, больше 30 километров в секунду-то вы их не запустите, они с такой скоростью летают. Ну, вообще, всё равно это здорово, что вы рассказываете. Здорово. И вы что, этим сейчас всерьёз занимается наука? Ну, вот скажите так, вот, заставшийся директор... Конечно, конечно. Это... Я вот даже на... Да, даже вот на конференции Каспар, на которой в настоящее время я участвую, встречал двух учёных с Индии, которые занимаются концепциями терраформирования, значит, лун сверхтяжёлых Юпитеров. Ну, которые в ближайших звёздных системах, потому что мы сейчас вот по пляске планет мы определяем в основном тяжёлые планеты. Да, да, я понял. То есть это уже рука индийской науки дотянулась до соседних звёзд. Ну, наука, она вообще не бывает... То есть, ну, какой-то национальной... Да, наука интернациональная, да. Наука как раз мир как единый организм исследует, взаимосвязанно. Нет, ну, я напрасно, наверное, так вот немножко иронизирую, ерничаю, потому что вот вспомните Алковского. Ведь он, в принципе-то, жил и творил совсем недавно. Он в 30-х годах умер, да, в 2 века. И, в принципе-то, он был, так сказать, городской чудак, да, чтобы не сказать городской сумасшедший в городе Калуге. А, собственно, после его смерти-то 20 чем-то лет прошло, и уже около 30 лет, когда прошло, уже полетел Гагарин. А 20 чем-то спутники, а 15 чем-то баллистические ракеты появились. И, в общем, стал вопрос о том, что их можно и спутник Земли запустить с помощью такой ракеты. Именно. Постараться, да? Вот и теперь эти вот основоположники теории, так сказать, терраформирования, фактически, да? Но вы не производите впечатление городских сумасшедших, честно. Вы так официальная наука уже, да? Он-то не был официальной наукой, а вы, у вас международный конгресс. Да, всё серьёзно. Вот. С большим успехом проходящий в Москве в этом году. Здорово. Всегда. Да, то, что бабочка, то, что гусеница называет концом света, мастер называет бабочкой. И для, с точки зрения предыдущих уровней организации, следующие уровни организации кажутся каким-то невероятным хаосом, непонятным. И, то есть, да, люди, которые опередили эпоху на несколько лет, конечно, получается, сумасшедшим считают человека, который отличается от большинства, но... Чудаком. Да, или чудаком. Но отличается, он может как назад, так и вперёд отличаться. Он предвосхитил будущее, вот в данном случае, да? В этом да. Мы сейчас посмеемся, глядишь, вот какие-то наши далёкие потомки будут жить на Марсе. Благо, сейчас уже люди имеют возможность выступать на таких международных конференциях, обмениваться контактами, как вот эти вот учёные из Индии, которые прилетели. Ну, вот, к сожалению, наше время кончилось, надо ещё чуть-чуть потерпеть, и будет терификация Марса, а пока, конечно, у нас передача, да? Вот, и публике нашей спасибо большое за внимание, вот, так что заказывайте билет на Марс, уже, в принципе, надо вступать в очередь. Всех благ вам, удачи, до свидания.